Привет, зрители. Это велосумка. Я ее вчера забрала, но времени не было ее раскрыть. Она такая большая. Ну, как бы я понимала, что она большая, но что-то не представляла, что она настолько большая. Потом я ее, наверное, на телефон засниму, когда уже приделаю. Наверное, приделаю, может быть, уже в саду. Я сейчас до сада доеду. Сейчас там гость придет. Вот сюда, по идее, вставляется телефон. Есть шанс, что мой не влезет, потому что он в чехле. Но я не знаю, как чехол снять. В крайнем случае, можно ее использовать как бы. У меня аккумулятор сейчас далеко. Может, другой какой-нибудь там приобрести. В общем, смотри, зритель, сюда можно что-то положить. Тут такая плотная сеточка. Здесь вот довольно плотная липучка. И вот эту картонку потом вытащить. И засунуть сюда телефон. Здесь, я так понимаю, дырочка. Можно... Вот, ноготь лезет. Можно засунуть туда этот провод. Наушников, допустим. Но у меня наушников у этого аппарата нет. У меня есть просто наушники от всяких других аппаратов. Суть такая, что у меня как бы... Я что-то вообще даже не слушала музыку еще на этом телефоне. В общем, довольно такая добротная штука. Тут значок телефона. Сумочка. Лапка 90 сказала, что крутая. Вторая сумочка. Тут липучка под телефон. Ну, смотри, под эту штуку. Довольно плотная липучка. Может, не очень удобная тут поставилась. Ну, как-то так получается, что вот у меня... По времени не очень получается это записать. Нормально. Вот здесь вот липучка-закрепляшка. Вот здесь вот другая липучка-закрепляшка. И еще одна липучка-закрепляшка. Там внутри сеточка. На Вайтберрис он стоит 1550. Ну, когда я вот хотела купить. А на Озоне я покупала за 1350. Я оставлю ссылку потом в инфобоксе и на Озоне, и на Вайтберрис. Потому что там цены как бы... Сами знаете, сначала дешевле, а потом дороже. Тут просто большое такое отделение с плотной вот этой фигней. Кто-то в отзывах писал, что на ходу неудобно расстегать, потому что значит плотный такой вот кармашек. Ну, я не знаю, как они там на ходу расстегают. У меня рама так находится, что там... На ходу никак расстегнуть. Хотя бывало, что я еду в Выдру, и некоторые люди знают, что едут в Выдру. И нас Выдру и названивают. Приходится останавливать велосипед, а там дорога такая себе. Особенно года два назад. Да и год назад. Год назад там местами еще заделывали ямы. Заплатками, не знаю, как сейчас. Но года два назад вообще трынгер была. Особенно если на звание, вот, а ты с горки едешь. А потом, а что ты вовремя не взяла трубку? Ну, как бы я не знаю. Человеки сами понимают, что на велике. Ну, как бы сами едят на велике и понимают, как это. В общем, я явно не каскадер. Поэтому мне, вот, именно, чтобы было противоударно, это отлично. И положила, едешь себе спокойно. А достаешь уже только, когда вот приедешь или остановишься. Не для того, чтобы ехать на ходу и доставать что-то. Вот такая вот сумочка. Прям такая крутецкая. С зелененькими кусочками. С телефоном я потом решу что-нибудь. Как бы он так-то без чехла бы зашел. Ну, смотрю в общем. Приду к общему знаменателю. Сображу что делать. Просто в отзывах писали, что там, ну, есть Samsung. Модель такая же, как у этого диагональ. Ну, написано на сайте, что вот на Вальберис мне ответил представитель этого марки, что там на 6,2 диагональ, дюйма шо ли, да, это получается, рассчитано на телефон 6,2. А в отзывах писали, что подходит на 6,3. Это вроде как на 6,3. Наклейка, липучка точнее, уже порвалась. Телефон, если чехол наполовину сложен, то влезает. Ну, постараться, может, полностью влезет. Порвалась еще дома, когда ослепляла и отлепляла. Вот здесь вот. Ой-ой-ой. Короче, до меня дошло, как бы вставить эту штуку. Вот сейчас она так разобранная, я с собой взяла. Вот эта липучка, дырочка под проводок какой-нибудь. Здесь карманчик, сейчас у меня тут провод от зарядки. Соответственно, вот тут тоже как бы карманчик получается. И вот здесь уже как крепится телефон. Сначала я его вставила, немножко сложив в чехол. Но потом вдруг поняла, что он, в принципе, и так влезает. И даже вот протестила его в тереге своей. Опять же, если хочешь читать мои мысли, мою негоду и тому подобное, можешь дать знать в комментарии еще где-нибудь, я тебе скину личное приглашение в тележку. Я пока еще не готова ее снова открыть. Потому что, ну знаете, бывает такое. Какая-нибудь там жена мужа приревнует в комментарии и придет ко мне в телегу. Меня пасти, точнее пасти своего мужа, чтобы потом в свою негодуе выразить мне в комментах. Мало ли там кто еще что куда сольет. Ну там, типа Эвелины. Поэтому я пока решила ограничиться как бы закрытым аккаунтом, закрытым бложиком. Но так как как бы особо никто туда не жаждет, поэтому я думаю, что в принципе нет смысла его открывать пока что. Вот так оно выглядит. Здесь вот оно закрыто. Кошка у меня тут мисочку на другой обзор пытается заюзать. Можно даже нажать вот. Да-да, я помню, у меня Оксана как-то просила сделать еще в сентябре, наверное, когда я его только купила. Обзор на что у меня в телефоне. Я даже нашла, как в этом телефоне можно с экрана записывать. Ну, в смысле, то, что на экране делается. И помню, тогда даже что-то записывала с экрана и вставляла в какой-то ролик обзорный. Ну, и сейчас даже вот. Не знаю, ботт ли там видно. Можно вот так поставить. Короче говоря, вот как раз моя тележка, где там фотки. Котика по пути сфоткала. И можно выйти, в общем, действительно сенсорный экран. Плотная очень липучка. Я сначала как-то боялась, что вот все оно такое на липучках. Но она очень такая плотная. В принципе, вот здесь у меня в этой сумочке утяжелители. Они тоже на липучках и как бы не сползают. Чем оно мне обошлось, напомню, в 1350 на озон. Сейчас, может, просто саму фирму или что-то в этом роде. Вот вам пока котика. Кошечку. Заказы. Сегодня мы попробовали вареную картошку. Блин, я вот заметила за собой, что я так конкретно с ней, как мамочка в декрете. Вот когда мы сходили на горшок, да, мы сходили в детский садик. А у меня тут мы попробовали. Вот эта сумочка. Кстати, на озоне она уже закончилась. Узнать о поступлении. Велосипедная компания Форвард. Велосумка формат B53 черный. Не надо эту сумку. Вот эту сумку мы тоже. Кстати, она нашла сегодня на кухне. Шарик тишкой оставленный. В общем, вот это. Я только думаю, единственное, что вот эту часть, наверное, лучше с ним использовать. Вот когда я поеду, я в выдры там, или вот хочу на следующей неделе сгонять частично. Ну, не то, чтобы до выдры, но по той же дороге. Просто проверить, как там дорога. То есть всё в район, как к лагерю юность. Ну, может, не до самой юности этой, а просто в ту степь. Я думаю, что куда-то так вот, за город куда-то ехать. Или туда, где, ну, просто вот куда-то ехать. Вот это нормально, можно оставить. Ну, как бы оно едет. Ну, можно с этим ехать. А если вот так вот до магазина, ну, в России я бы не рискнула вот это оставлять. Хотя я вот сегодня на базу выдачи Озон заходила. Оно у меня было. На Вайтбрис тоже. Но вот меня даже напрягло, что два человека женского пола стояли прямо вот у моего велика. Я ещё так, когда выходила с базы Озон, я хотел в один магазин зайти. Телефон звонил, как раз рядом в магазине, это нужные вещи. И я вот как-то, мне немножко напрягло, что два человека впритык стоят у моего велика. Правда, вроде как они типа болтали и всё на месте было. Но я к тому, что в России, вот если в поле поехал, то нормально можно. Вот до дерева там поставил велик, подошёл, да, к родственникам выдры поехал. Вот эта штука удобна. А так, мне кажется, её лучше с собой отсобачивать и нести внутрь. Но единственный минус, что она очень плотно крепится к этой липучке, это плюс. Но минус то, что, как я показывала на телефоне, там вот такая вот порвана уже. Она как бы держится, всё, но надо аккуратно очень снимать. И это не тот вариант, что снял и по телефону в этой штуке прямо говоришь. Вообще, она большая. Может, там мужику в руку нормально влезут. Вот, хей, мужики, если вы вдруг меня смотрите, то вам, наверное, нормально в руку влезут. У меня это вот лапа. А так вот, девушки, это проблемненько. Ну, просто вот если с собой снимать и забирать. Либо же надеяться так, что её, может, всё-таки не собрут. Я просто помню, когда только-только купила велик, он у меня был пристёгнут ещё предыдущий. И я у Ашана его припарковала, пошла в Ашан, прихожу, а он у меня в таком состоянии, будто его пытались коммуниздить. Ну, как вы знаете, там людям... У меня ещё приятель тогда сказал на мою негодуе, что, может быть, человек просто нервный со стороны. Вот, кажется, что он просто нервничает. Я говорю, ну, неужели не видно, что человек пытается коммуниздить велик, который пристёгнут? Короче, вот на такой ноте я попрощаюсь к тому, что если вы в России с такой штукой, то если вы доверяете окружающим людям, то нормально, а если нет, то лучше её снимать. И, допустим, поехали в магазин или на какую-то там базу и брать с собой. Всем спасибо за просмотр. Пока. Не забудь поставить палец кверху. Продолжение следует...